Современный хоккей Нижний Новгород, раньше это был Горький, люди, которые стояли у истоков этой команды, становления, то есть с 1946 года команда существует, и мы решили, что те традиции, та история, которая присуща этой команде, должна быть на виду, поэтому для ребят, которые сегодня в команде, они должны понимать, что без этих людей не было бы этой команды, поэтому все люди, с кем вы сейчас смотрите, здесь Саша Скворцов, Миша Воронаков, Лесников, Миша Кокурин, Ковин, Юра Федоров, Доброхотов, Володя Остафьев, Шигонцев, это люди, которые отыграли здесь много-много лет, и которые ставили часть своего таланта и сердца в этой команде, поэтому для ребят, которые сегодня играют в нашей команде, они должны понимать, что было до них, вот, мы сейчас переходим дальше уже в другую эпоху, это выдающиеся игроки, значит, Рогов, Тройка, Чистовский, Халаевичев, Сахаровский, легендарный Виктор Коноваленко, вот, и, конечно, у истоков в 1946 год это, это Цеделин, Курицын и Солодов, то есть это люди, которые начинали свой славный путь, начинали писать историю этого хоккейного клуба, для ребят это важно, чтобы они понимали, насколько, опять-таки, повторяюсь, без традиции, без истории не может быть будущего, поэтому мы хотим, чтобы именно этих ребят, когда они закончатся играть, чтобы мы им найдем место, чтобы они были уже в новом дворце, чтобы повесить их фотографию, но здесь надо, чтобы они отыграли большое количество игр, здесь люди отыграли по 10 плюс лет в одной команде, а это говорит о многом, это говорит о том, что о стабильности коллектива, вот, и об успехе. Игорь Лорионов по-особенному подходит и к подбору цитат, которые есть и в раздевалке, и в зале. Ну, цитаты все висят перед вами, поэтому здесь все видно, это так, как строится команда, как строится коллектив, поэтому для того, чтобы двигаться вперед, необходимо понимать, зачем мы здесь и какие у нас цели, поэтому для ребят, которые впервые, скажем, надели форму торпеда, и те, кто уже поиграл много лет в КХЛ, они, в принципе, на одной волне, то есть на одной странице для того, чтобы понимать задачи и цели, поэтому это все идет от истоков этого клуба, от истоков традиции клуба, от истории, поэтому они это видят и на стенах в раздевалке, также в спортзале, где они занимаются, вот, поэтому этот процесс, который, ну, скажем, мы даем подпитку и впитываем вот именно эти маленькие детали, которые потом переносятся на игру.